Остаться без света и воды могут кустанайские дачники. Кооператив «Миллиоратор» задолжал за электричество больше миллиона тенге. Садоводам боком выходят долги за счет, накопленные за зиму. Половина членов общества в сложившейся ситуации обвиняет бывшего председателя. Другие – тех, кто намотал круглую сумму за время обогрева дачных домиков электроприборами. В ситуации разбиралась Наталья Строкова. Вот это помидорки взошли. Вот это вот баклажанчики взошли. Тут у меня перчик сидит. Впервые за 14 лет дачного стажа Лариса Славинская переживает за свою рассаду. Через месяц кооператив может остаться без света и воды. Вот снежок сейчас выручит. В мае месяц еще влага может держаться. Кто-то в емкости накидает снежок. Зимней влагой запасаются около двух тысяч дачников. Отрезать от света кооператив грозят и задолго в миллион двести тысяч тенге. Начнется поливной сезон, например, в мае месяце. А нам свет отключат, и мы останемся полностью без полива. Меня не интересует даже свет в домике, мне интересует полив. А полив – это все электроэнергия. И смысл тогда садить и содержать дачу. Пока дело не дошло до грядок, дачники разбираются, кто намотал долги. Как выяснилось, летний сезон общество полностью закрыло по счетам. А вот с осени пошла неуплата. Этот долг был сформирован в период с ноября по февраль месяц текущего года. Мы осуществляли проверку приборов учета. Выявилось, что абоненты частного сектора подключены, получается, от сетей второй точки учета, что бытовые потребители запитаны. Зимой в дачном обществе проживали 129 семей. Большинство домов обогревалось за счет электричества. С тех времен, как нам разрешили здесь прописку и проживание, каждый год у нас люди все больше и больше добавляются. Естественно, этого электричества нам не хватает. Мы решили подключиться к тысячнику. Этот трансформатор предназначен только для полива. Дачные жильцы, выросшие за зиму долг, на себя брать не хотят, а предлагают его разделить между всеми дачниками в счет оплаты членских взносов. В сложившейся ситуации обвиняют бывшего председателя кооператива. Отношение бывшего председателя, скажем так, безответственное к тому, что мы посадили потребителей на тысячник, и он не уведомил РЭС и не узнал, чем это нам будет грозить. А нам это в итоге вылилось в 31% до начисления на те киловатты, которые намотаны на тысячники. Вы представляете, какая это сумма? У экс-руководителя своя правда. Все необходимые договоры подписаны, а жители об увеличении платежей предупреждены. Решение было правление. Все потери, которые будут созданы при потреблении электроэнергии по тысячнику, ложатся на ваши плечи. Подпишите, пожалуйста. Все подписано. Ими же. Для того, чтобы спора не было между платильщиками-летниками, то есть потребителем полива, и ими мы им установили дополнительный счетчик. Кто и как будет рассчитываться по долгам, дачники еще решают. А вот в энергокомпании садоводам пошли навстречу. Предоставили отсрочку до начала мая.